Это программа «Главная тема». Меня зовут Софья Питеркина. Сегодня у нас такой разъяснительный эфир и говорить будем о социальных выплатах. На прошлой неделе президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил сразу о нескольких новшествах. Например, материнский капитал будут выплачивать на первого ребенка, а пособия по уходу за детьми до трех лет теперь продлили до семи лет. Однако у многих до сих пор возникает много вопросов, как и когда это будет действовать, кому положены такие льготы и, самое главное, откуда регионы будут брать деньги на новые выплаты. Сегодня в эфире и будем разбираться во всех этих вопросах. Но для начала давайте послушаем, что все-таки сказал президент в своем послании Федеральному собранию. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, включительно. Причем уже с 1 января 2020 текущего года. Кого затронет эта мера и как, полагаю, она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград, хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты, право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго рождения. Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. А теперь обо всём по порядку. Начнём с материнского капитала. Во-первых, президент решил продлить программу до 31 декабря 2026 года. Во-вторых, теперь материнские капиталы будут выплачивать по-новому. Согласно тексту послания на сайте Кремля, теперь маткапитал будут выплачивать уже за первого ребёнка. Он равен 466 617 рублей. Если в семье появляется второй ребёнок, в семье выплачивают дополнительный капитал 150 тысяч рублей. То есть в сумме за двух детей вы получаете 616 617 рублей. При этом, если в семье уже есть один ребёнок, и он родился до 1 января 2020 года, то после рождения второго малыша материнский капитал будут выплачивать уже в новом размере. За двух детей, как мы уже сказали, это 616 тысяч рублей. Такие выплаты семьи смогут получать уже с 1 января этого года, заявил президент. Следующий блок социальных поправок – это пособие по уходу за детьми от 3 до 7 лет. Это очевидное новшество, ведь раньше у нас такого не было. Разберёмся, кому положено и как его получить. Итак, исходя из предложений президента, пособие выплачивается на детей от 3 до 7 лет. Получить его могут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает 1 прожиточного минимума на человека. В нашем крае эта цифра равна 12 689 рублей. Размер пособия будет равен половине прожиточного минимума, то есть примерно 6 300 рублей. Если сравнить с тем, как было раньше, то до этого пособия выплачивали только по уходу за детьми до 3 лет. До января этого года сумма была мизерная – всего 50 рублей, а с января этого года 12 424 рубля. Теперь же пособия будут выплачивать и после достижения трёхлетнего возраста вплоть до 7 лет. Его сумма, как мы уже сказали, будет чуть больше 6 000 рублей. Для того, чтобы новое пособие получить, по словам президента, нужно обратиться с заявлением в социальную защиту и указать свой легальный официальный доход. Однако, когда родители уже смогут получить и материнский капитал в новом размере, и вот эти новые пособия на детей, пока сказать трудно. Ориентировочные сроки – это март-апрель вот этого 2020 года. В Министерстве социальной политики Красноярского края говорят, необходимо, чтобы все предложения президента были оформлены в правовые акты. Только после этого можно будет начать выплачивать новые пособия. Сейчас это прозвучало как послание президента. Теперь необходимо, чтобы это было уложено в какой-то нормативный акт. Это будет федеральный закон, либо какой-то другой нормативный акт, где будет уже конкретно прописано, кому эти выплаты, в каком размере, ну и так далее. При этом, если вы обратили внимание, президент подчеркнул, то есть то, что касается и материнского капитала на первого ребенка, и вот этих выплат от 3 до 7 лет на детей, они в любом случае будут действовать уже с первого дня этого года. И еще одно изменение, как заявил президент в своем послании, школы должны обеспечить детей с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием. По словам Путина, в тех регионах, где учебные заведения уже имеют достаточное техническое оснащение, эта мера должна начать действовать уже с 1 сентября 2020 года. Там, где в этом году это сделать невозможно, Владимир Путин дал срок 1 сентября 2023 года. Когда это начнет действовать в нашем крае, опять же, пока непонятно. В Краевом министерстве образования нам сегодня прокомментировать это не смогли. По их словам, никаких документов от правительства им еще не поступало. Это программа «Главная тема». И сегодня у нас такой, напомню, разъяснительный эфир. И говорим мы о социальных выплатах. На прошлой неделе президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил сразу о нескольких новшествах. Например, материнский капитал теперь будут выплачивать на первого ребенка. Пособия по уходу за детьми до 3 лет теперь продлили до 7 лет. Однако у многих до сих пор возникает очень много вопросов, как и когда это будет действовать, кому положены такие льготы. И самое главное, откуда регионы будут брать средства на новые выплаты. Мы уже разобрали, по какому принципу теперь будут выплачивать материнские капиталы. В частности, за первенца будут выплачивать 466 тысяч рублей. А если в семье появляется второй ребенок, то еще плюс 150 тысяч рублей. То есть в сумме за двух детей вы сможете получить не более 616 тысяч. Также теперь будут выплачивать пособия с 3 до 7 лет на одного ребенка. Размер равен половине прожиточного минимума. Еще одна мера всех школьников с первого по четвертый класс теперь будут бесплатно кормить горячим питанием. И у многих резонно возникает вопрос, где брать деньги на новые выплаты, за чей счет будут выплачивать пособия и за какие средства будут увеличивать материнский капитал. Экономисты говорят, что если это будет делаться за счет регионов, то делать этого точно нельзя, потому что бюджеты субъектов и так в большинстве своем дефицитные. Давайте послушаем мнение экспертов на этот счет. Про материнский капитал это все обязательства федерального бюджета. Он сейчас очень профицитный, поэтому он сможет это выполнить. Про поддержку семей, малоимущих семей с детьми до 7 лет. Я бы хотела услышать разъяснение, за чей счет. Из того, что я слышала, я не поняла, кто будет оплачивать эти пособия семьям, малоимущим с детьми до 7 лет. Вот как только узнаю, готова буду обсудить. Если это за счет субъектов федерации, это плохая история. Потому что больше всего бедных семей с детьми в наименее развитых субъектах федерации. Тыва, Тагестан, Ингушетия, Чечня. У них своих денег на это нет. Как поможет федеральный бюджет, вопрос. Хотела бы услышать разъяснение. Наиболее существенным источником решения самых разных социальных проблем всегда является экономический рост. Это же все вещи взаимосвязаны. Мы почему-то, когда об экономических проблемах пытаемся что-то такое рассуждать, мы всегда считаем, что у нас есть 100 рублей, и мы из этих 100 рублей как-то их должны правильно поделить. А наша задача в том, чтобы их стало не 100, а гораздо больше. И тогда вопрос об источнике финансирования отпадет сам собой. Регионы, они же имеют и так свои социальные обязательства. И без этих новых инициатив, которые не всем регионам выполнять просто. Поэтому я бы все-таки сдвигался в сторону обсуждения того, как же запустить этот экономический рост в конечном счете. Я думаю, что федеральный центр никогда не бросит регионы, чтобы они прям самостоятельно выполняли все те социальные обязательства, идеология которых идет из федерального центра. Поэтому мне кажется, что прям опасения, что мы последние отдадим на эти социальные обязательства, но они не обоснованы. Вот эти-то моменты как раз просчитаны. Ведь президент, наверное, не стал бы озвучивать в своем послании эти цифры, если бы соответствующих источников финансирования не было совсем. И, казалось бы, дополнительные социальные выплаты однозначно хорошо повлияют на сегодняшнюю ситуацию в стране. Но и здесь есть критическая позиция. В социальных сетях сейчас активно обсуждают пост Алены Водонаевой. Модель и телеведущая высказалась о том, что подобное стимулирование, наоборот, плохо скажется на экономике и обществе. В целом, якобы инициатива рассчитана не на средний класс, а на низшие слои общества, которые не помогут развитию страны, если станут больше. Вот фрагмент ее публикации. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне, или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить себя и детей, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. И подобную неблагополучную семью Водонаева противопоставила условной семье из Пензы, где два маленьких ребенка, а родители вместе получают больше 40 тысяч. Эти россияне не могут претендовать на выплаты, и, вероятнее всего, не будут планировать третьего ребенка. И прямо сейчас я готова подвести некоторые итоги нашего сегодняшнего эфира. Говорили мы, напомню, о социальных выплатах. На прошлой неделе у нас президент наш Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил сразу о нескольких новшествах. В частности, материнский капитал теперь будет выплачиваться и на первого ребенка. Он равен, как мы уже сегодня посчитали, на первого ребенка 466 тысяч рублей. А если в семье появляется уже второй ребенок, то он добавляется еще плюс 150 тысяч. То есть в сумме за двух детей вы получите 616 тысяч рублей. Также материнский капитал, эта программа продляется до 31 декабря 2026 года. Еще одно изменение – это совершенно новое пособие для детей от 3 до 7 лет. Раньше у нас, напомню, выплачивалось только до 3 лет. И оно было равно до января этого года 50 рублей. Теперь же оно равно около 12 тысяч. И вот после 3 лет ребенку все равно на него будет выплачиваться пособие. Оно у нас будет рассчитываться, исходя из прожиточного минимума, оно равно половине этого минимума. У нас в Красноярском крае он 12 тысяч. И если поделить пополам, то получается в среднем 6300 рублей на одного ребенка. Также еще одно нововведение – это горячее питание. Путин обязал теперь у нас с 1 по 4 класс всем школам обеспечить детей бесплатным горячим питанием. Причем срок он подставил для тех регионов, где школы уже оборудованы достаточно в техническом плане. Сделать это все до 1 сентября 2020 года. А в тех школах, где это невозможно сейчас сделать, и в этом году сделать уже не получится, до 1 сентября 2023 года. То есть это через 3 года. Вот такие новшества. Пока же непонятно, когда они вступят в силу. Вот сегодня мы в том числе и послушали Министерство социальной политики нашего Красноярского края. Сейчас все ждут, когда все эти новшества оформят в правовые документы и разошлют по регионам для того, чтобы ими можно было уже воспользоваться. Но однозначно, премьерные сроки ставят уже март-апрель этого года. Эфир на телеканале ТВК продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова